Скандал за скандалом просто обрушиваются на семью Игоря Николаева. Только-только его обвиняли в алкоголизме, в том, что из-за злоупотребления он стал выглядеть не как дедушка, а как бабушка. Да и его супруга то и дело попадает в просак. Только благодаря профессионализму врачей она чуть не стала вдовой. Она распевала и праздновала юбилей свадьбы, а ее любимый супруг лежал в реанимации, куда попал с инфарктом. То наша героиня одевается как пожилая дама, мало того, что чувства вкуса у нее отсутствуют напрочь, так она умудряется еще носить несочетаемое. Теперь новым поводом для обсуждения и осуждения в сети стал ее новый лук. Нехватка вкуса при достатке мужа вновь привлекла внимание. Юлию раскритиковали за образ, который многие сочли неуместным. Увольте уже своего стилиста. Что за свертловская простота. Даже молодая жена Петросяна выглядит лучше. В борьбе Брухонова против Проскуряковой победила первая. Такие комментарии появились в сети. И действительно, Юлия Проскурякова, которая в дочери годится гениальному композитору прошлого столетия, выглядит не на 41 год, а как ровесница супруга. Даже дочь Николаева старше Проскуряковой на 4 года, но выглядит она гораздо лучше. Однако у богатых свои причуды. Да, и Игорь Николаев в браке с Проскуряковой ни одного хита не написал. Юлия стала его женой, боевой подругой, матерью его дочери, но не музыкой. После развода с Наташей Королевой Игорь Николаев сейчас живет на то, что зарабатывает на авторских отчислениях. Однако он не сочинил ничего, что стало бы популярным. С Королевой ушло его озарение. Божий дар покинул его после развода. Господь покарал его из-за постоянных измен. Какой они были парой, попрекают Николаева разводом с Королевой. Но давайте же скорее узнаем, как простая девушка из Свердловска хотела покорить Москву, но смогла лишь покорить сердце знаменитого и непревзойденного музыканта современности, Игоря Николаева. Юлия Проскурякова родилась в Екатеринбурге, в интеллигентной семье. Ее отец был юристом в прокуратуре и увлекался поэзией. Недавно он выпустил сборник стихов под названием «Хрустальная трава». Мама Юлии работала инженером и обожала музыку, особенно произведения Игоря Николаева. Плакат композитора висел в их доме на самом видном месте. С раннего возраста Юлия проявила музыкальные способности. Мама записала ее в детский ансамбль «Аленушка», где она стала лауреатом множества конкурсов. Интересно, что свой первый диплом Юля получила за исполнение песни Николаева «Фотография 9 на 12». Несмотря на успехи в музыке, Юля не сразу выбрала творческую карьеру. После школы она поступила в местную юридическую академию, продолжая участвовать в музыкальных конкурсах. Юлия также попробовала себя в кино. Ее заметили после роли в сериале «Провинциальная муза». Понимая, что ей не хватает знания, опыта, Юля решила получить второе высшее образование. Так ее выбор пал на ГИТИС. В фильмографию Юрии Проскуряковой вошли фильмы «Счастье, здоровье», «Чикатило», «Явление зверя», «Азбука Морзе». Всего у Юли 14 ролей в кино. Но давайте же скорее узнаем, как она стала спутницей возрастного композитора и почему именно он взял ее в жены. Проскурякова всегда была поклонницей творчества Игоря Николаева. Став взрослой, Юлия стала внимательно следить и за личной жизнью своего кумира. Их встреча произошла случайно. Однажды подруга Дана уговорила ее пойти на концерт любимой звезды, ведь Николаев приехал в Екатеринбург. После трудного рабочего дня Юля, уставшая и голодная, отправилась во дворец культуры. Во время концерта подружка предложила Юлии спеть для Николаева. Проскурякова сначала посмеялась, но Дана решила поддразнить подругу и бросила ей вызов. А что, слабо? Юлия Проскурякова с детства отличалась целеустремленностью и не любила проигрывать. Она отправилась в фойе, где собрались фанатки Николаева. Когда композитор появился, Юлия, преодолевая волнение, тонким голоском спросила, «Можно вам спеть?» Легендарный музыкант был удивлен, но согласился послушать. Юлия исполнила песню «Птица», вызвав восторг у всех присутствующих. Николаев похвалил ее за великолепное исполнение и предложил оставить записи на ресепшене гостиницы. Он также дал Юлию номер администратора на всякий случай. Воодушевленная успехом, Юлия вернулась домой и целый вечер записывала свои песни. После этого она позвонила администратору гостиницы, сообщив, что все готово. Николаев предложил встретиться немедленно, не дожидаясь утра. Юлия пошла на встречу с подругой Даной. Втроем они провели ночь за чаем и разговорами, делясь личными историями. Романтических отношений в ту ночь не возникло. Николаев переживал развод с Наташей Королевой и был убежден, что любовь и счастье уже не для него. Судьба снова свела их вместе. Через несколько месяцев Юлия приехала в Москву для участия в кастинге проекта «Народный артист». Она не прошла последний тур и уже собиралась возвращаться домой, когда вспомнила об Игоре Николаеве. Надо было забрать у него диск с ее записями. Юлия позвонила Игорю, и он предложил увидеться возле ресторана. Эта встреча оказалась настоящим свиданием. Николаев пообещал во всем помочь, и Юля согласилась остаться в Москве. Она сняла маленькую квартирку в старом, дореволюционном здании и устроилась работать юристом в нотариальную контору. Периодически она встречалась с Игорем и его друзьями. А вскоре первый романтический поцелуй от Николаева не заставил себя ждать. Однажды Юля с большой компанией Игоря пошла в кино на фильм «Пила 3». В самый страшный момент наша героиня испугалась и вздрогнула. Игорь обнял ее и поцеловал. Так начался роман между Юлией и Игорем. Она испытывала восторг. От периодических встреч с миром детства ее переполняли эмоции, но жить вместе возлюбленный не предлагал. Николаев часто навещал Юлю и помог ей найти хорошее жилье. Несмотря на разницу в возрасте, Николаев старше Юлии на 23 года, их брак оказался крепким и долгим. Свадьба была масштабным торжеством в стиле голливудских мероприятий с софитами, красной дорожкой и множеством гостей. Юля не избежала сравнения с Наташей Королевой. И многие недоброжелатели сразу начали сравнивать двух певиц. Дело было не во внешности, а в попытках задеть новую избранницу Николаева. Хейтеры утверждали, что композитор писал хиты с Королевой, а с Юлей стал пустышкой. Через год у пары родилась дочь Вероника. На тот момент Игорю было 55 лет. Малышка появилась на свет недоношенной, с нераскрывшимися легкими и очень маленьким весом. Первые дни она провела в реанимации, где врачи боролись за ее жизнь. К счастью, Вероника быстро набрала вес и догнала сверстников. Сейчас она растет здоровой, активной и любознательной. Но несчастье недавно обрушилось на эту талантливую, красивую и знаменитую семью. У Игоря Николаева начались проблемы со здоровьем. Его сердце ослабло и несколько инфарктов едва не забрали его жизнь. Николаев недавно разменял только седьмой десяток лет, но он выглядит не лучшим образом. Многие считают, что всему виной злоупотребление спиртным, ведь творческие натуры склонны к зависимостям. А тем более Николаев, он давно ничего популярного не сочинял и сильно переживает по этому поводу. Его век ушел, а с ним и его талант, пишут в сети. Да и Юлия выделилась на фоне болезни супруга. Она выложила пост в микроблоге с подписью «Праздную юбилей свадьбы», а ее муж в этот момент лежал в реанимации. Это вызвало много вопросов от подписчиков несостоявшейся артистки. «Теперь понятно, зачем он тебе старый нужен, за деньги замуж вышла, скоро их получишь». Негодовали в сети. А сейчас Юлия Проскурякова привлекла внимание своим новым выходом в свет. Супруг певицы Игорь Николаев не сопровождал ее на мероприятии, и причины этого остались неясными. Наша героиня появилась на премьере фильма «Мой дикий друг» и просто взбудоражила СМИ. А ее наряд вызвал бурю обсуждений в сети. Несмотря на 41 год, она выглядит старше своего возраста. Фанаты заметили, что ее новый стиль одежды кажется более зрелым, даже бабушкиным. В сетях активно критикуют выбор образов Юлии. Многие считают, что ее сильно старят неправильно подобранные наряды. Возможно, ей стоит пересмотреть свои предпочтения и все же нанять опытного стилиста. Но непонятно одно, как при басносновных деньгах мужа она одевается, как свердловская простота. При большом достатке можно позволить себе и роскошные луки. Например, молодая жена Евгения Петросяна не скупится и тратит деньги на одежду налево и направо. Она носит юбки за 300 тысяч рублей и никогда не повторяется в образах. А Юлия Проскурякова одевается просто и немодно. Поклонники удивлены и советуют нанять стилиста. Но Юлия предпочитает жить по-своему, у богатых свои причуды. А как вы считаете, может и пусть она носит то, в чем ей удобно и комфортно? Или жена знаменитого человека всегда должна соответствовать и быть на высоте?